Музыка Здравствуйте! Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Вы когда-нибудь наблюдали счастливого человека, а счастливую женщину? Счастливая женщина никогда не будет завистливой, скандалисткой, невротиком. Она не будет кричать. Это, конечно, в равной степени относится к мужчинам. Но сегодня хочу поговорить о женщинах. Счастливая женщина будет светиться счастьем. От нее будут исходить и лучи, которые невозможно будет не заметить. И обязательно вы коснетесь их. Вот только реакция людей на лучи счастья разная, чаще всего негативная. Не выносят люди чужого счастья. Это генетическая черта людей. Передается по наследству, воспитывается с детства, от Шарикова к Шарикову. А Шариковых сейчас ох, как много на земле. Женщины, конечно, все разные. Но, пожалуй, труднее живется сильным женщинам. Не в плане, что им трудно, а в плане того, что на их долю выпадают сложные и суровые испытания. Испытания в жизни. И не судьба у них такая, а люди, с которыми приходится сталкиваться. И делают все эти люди, все возможное, чтобы усложнить жизнь красивой и умной. Обгадить это само собой. Подмять под себя, конечно, а как без этого? А если вдруг встречают отпор, то рядом живущие пытаются уничтожить. Уничтожение красивой и сильной доставляет удовольствие. Они сбиваются в стаи. Собачьи стаи и пытаются разорвать. Мойска лает на слона. Ах, знать, она сильна. Увидевшись она, ну на него метаться. И лает, и визжать, и рваться. Ну так и лезет в драку с ним. Это, конечно, басни Крылова. Чем сильнее женщина, тем больше у нее врагов. Причем враги рождаются сами по себе. Только взглянув на сильную, да еще и красивую, люди не выдерживают. Почему? Ну, я вам могу, хочу сказать, что рядом с сильной и красивой многие чувствуют себя ущербными. Я не говорю обо всех. Я говорю это только о тех, кто чувствует, что он ущербен по отношению к тому, кто рядом с ним. И он начинает пыхать злобой по отношению к объекту, который ему показал. Самого себя в зеркале. Дело в том, что, живя в стойле, среди грязи и некрасивых, человек ощущает себя достойным. И таким героем он лучший среди таких вот героев. Он лучший среди хамов. Он лучший неграмотный балбес среди балбесов. Он мерзавец и подлез среди мерзавцев и подлецом, чувствуя себя прекрасно там, где его боятся. Это дает ему чувство превосходства. Потому что это его среда. К сожалению, на сегодняшний день среды все перемешались. И возвышенные, и невозвышенные, образованные, и из стойла. Все теперь живем в одном, что называется, стойле. Потому и приходится страдать. Но вот столкнувшись с явлением сильной женщины, такое вдруг вот существо из числа шариковых начинает ощущать свою униженность, убогость. Униженность за то, что начинает понимать, что всю жизнь не жил, а барахтался в помоях со свинками. А вот этого униженности не прощают. За собственную униженность начинают мстить. Из-под тяжка, грязно, пытаясь нанести наиболее болезненный удар. В спину, конечно, а куда же еще? Как правило, перед сильной женщиной появляется страх. Психологический страх зачастую доходит до физического. Люди сами воздвигают между собой и сильной женщиной стену и начинают закипать, и люто ненавидеть. Когда что-либо зависит от них, то они обязательно сделают гадость, но не помогут. Об этом их будет особое большое удовольствие сделать гадость. Особенно мужчины не прощают силы женщины. Они не прощают того, что сами чувствуют себя неполноценными рядом с ней. Заметьте, не женщина их делает неполноценными, а они сами себя таковыми ощущают. Сильная женщина, умная и принципиальная женщина – это подарок. Подарок для любого мужчины, но способного это оценить. Такая женщина – надежный партнер во всем. В жизни, в любви, в делах. Но и женщине, надо сказать, повезет, если рядом надежный мужчина. Правда, знаете, это такая редкость – найти алмаз среди навоза. В куче навоза найти алмаз, потому что эта редкость большая. При надежном тыле и хорошей поддержке женщина, конечно, расцветет. И, конечно, станет еще сильнее. Но при навозном жуке рядом она захереет и испачкается. Так и будет навозный жук катить перед собой навоз, думая, что он живет. Воняя на всю округу. Посмотрите вокруг. Если есть среди ваших знакомых и окружения добрые люди. Если есть, значит, они счастливы. Если же нет среди ваших друзей счастливых, пусть они сто раз скажут, что они счастливы. Но если они злые и пыши злобой и агрессией по отношению к другим, то это глубоко несчастные люди. Их, может быть, стоит только пожалеть. Но я не советую. Не жалейте тех, кто плачется и ноет. Не жалейте это дерьмо, которым стоит вашей жалости. Иначе сами испачкаетесь в этом дерьме. Счастливый человек не может быть злым. Чтобы самому быть счастливым, красивым и умным, обращайтесь с такими женщинами и увидите, ваша жизнь изменится. Почему именно с женщинами, а не с мужчинами? Потому что в женщине основной заряд жизни. Жизнь вам дает женщина. Значит, и заряд жизненной энергии вы можете получить только от женщины. С вами была сегодня я, Таня Карацуба, Сейдбурхан. Ноябрь 2016 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин